Это напоминает не совсем хорошие эмоции, вытаскивают членов исполкома на эшафот и хихикают и смеются, как какие-то несерьезные люди. Вы же депутаты народного собрания, вы должны быть очень выдержанными, вы должны понимать, что вы делаете. Мы сегодня власть, мы что хотим, то и делаем. Нет, вы должны делать то, что в интересах людей. А в интересах людей нет такого, чтобы снижать статус автономии. По сути, в чем разногласие-то? Разногласие в том, что мы говорим, состав исполкома и структуры утверждается в целом. Нет, мы будем утверждать по одному. Вы будете утверждать их по одному на основании чего? Если есть закон, который говорит, что вы утверждаете их по одному, пожалуйста, но нет такого закона. А мы его примем. Ну хорошо приняли, преодолели вето Башкана. Вы добились повышения статуса автономии, вы ее опустили до уровня обычного сельского совета. И что дальше будете делать? Вы укреплять будете Гагаузию? Статус Гагаузии будете укреплять? Или будете воевать с исполкомом и образовывать на втором этаже еще один исполком? Законодатель. Вы шли в законодатели. Поэтому, пожалуйста, садитесь, пишите законы, отвечающие реалиям сегодняшнего дня, приносящие пользу жителям автономии. А мы их будем исполнять и будем сотрудничать. Не рассматривать друг друга как врагов, а будем сотрудничать. А вы хотите себе присвоить функции и исполнительного комитета, и законодательное. В современном мире это не положено. Сколько вы как-то реагируете, скажем, в судебном порядке обжалок? Мы, если вы обратили внимание, мы стараемся в эти конфликты не ввязываться и переводим это все в плоскость тихой судебной инстанции, чтобы рассмотреть там. Если судебная инстанция скажет, что депутаты правы, нет проблем, пожалуйста, мы будем выполнять. Если судебная инстанция скажет, что депутаты ошиблись, им придется устранять свои ошибки. Мы считаем, что в данной ситуации закон нарушен. Субтитры создавал DimaTorzok